Городское кладбище над Агамыской. Уничтожать сорняковую траву работники выходят уже не в первый день. Работают и вручную. В ход идут традиционные грабли и специальный инструмент. Под косу попадают и безобидные сорняки, и опасные аллергены, такие как амброзия. По оценке Управления по организации похоронного дела, она разрослась на территории в 30 гектаров. В Сочи борьбу с амброзией ведут круглый год. Сейчас самая активная стадия этой борьбы, она приходится на август, период цветения амброзии. И именно сейчас это растение особо опасно для аллергиков. Для многих людей период, когда цветет амброзия, просто невыносим. В это время растение выделяет большое количество пыльцы, которое раздражает слизистую оболочку и затрудняет дыхание. Именно поэтому важно уничтожать опасную амброзию. На территории кладбищ уже скошена большая часть агрессивного аллергена. В основном ее убрали вдоль дорог и пешеходных троп. А вот многие могилы по-прежнему остаются заросшими. Убрать всю траву только силами работников кладбища – задача практически невыполнимая. Мы видим, что граждане нашего города посещают могилы своих близких в лучшем случае один раз в год перед пасхальными мероприятиями. Все остальное время захоронения находятся в неудовлетворительном состоянии. Порастают травой. Хочется призвать граждан нашего города не быть безучастными. Приходить на могилы своих близких, родственников, наводить порядок. Городские власти призывают сочинцев скашивать опасную траву и на своих участках, а предпринимателей – на своих объектах и прилегающих территориях. Иначе таким собственникам грозят штрафы – от 500 до 10 тысяч рублей. И напоминают, в городе-курорте, куда туристы приезжают на лечение и оздоровление, амброзия ни в коем случае не должна испортить отдых.